Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики первый раз выложили рулетку на контейнер. У нас уже было все. У нас были рулетки на танки, у нас были рулетки на кастомизацию, у нас были рулетки на всякий хлам, ну а теперь появилась рулетка на конты. Что касается стоимости данной рулетки, если будете прокручивать полностью все, то потратите 12,5 тысяч золота. Я бы не сказал, что это прям очень много в разрезе самих рулеток, которые есть у нас в игре, но с другой стороны, если в одной рулетке вы крутите и четко знаете, что вы забираете, это допустим в центре будет находиться какой-то танчик, то здесь вы тратите голду за кота в мешке, это действительно факт. Я вот допустим на контейнеры вообще не фартовые товарищи, мне из них ничего не выпадает ни на одном из моих аккаунтов. И что касается данной рулетки, то я ее буду прокручивать не на своем основном аккаунте, буду прокручивать на твинке. Я имею здесь запас прочности в 18 тысяч золотом и для меня 12,5 это очень много. Ребят, я собираюсь слить полностью все 12,5 тысяч голды и очень надеюсь, что вы оцените мой поступок своим лайком, комментарием. Ну и обязательно, ребят, подпиской, я стараюсь специально для вас и показываю все таким, какое оно есть на самом деле. Ну что, давайте будем пытаться посмотреть, что мы имеем. У нас есть в центре контейнер бомбический. Что у него внутри? У него внутри огромное количество разного рода машин. У него внутри есть мистический контейнер, есть контейнер собери их все, есть черный контейнер, черный ящик, из которого может выпасть голда, либо ящик следующего уровня. Есть от 100 до целых 100 тысяч золотом и было бы неплохо, чтобы отсюда мне выпало именно 100 косарей, тогда я точно окуплюсь. Есть ключик, ну и много-много всего остального. Плюс есть вот этот вот талисманчик, талисман бомбический, если вы соберете 10 таких талисманов, то вы из контейнера получите себе контейнер бомбический. Ну как-то странно получается, давайте еще раз. Как только вы наберете 10 единиц талисманов, из контейнера выпадет контейнер бомбический. Короче говоря, мне выпадет 11 типа талисман, по большому счету. Ладно, шутки шутками, давайте будем попытаться покрутить и попытаться посчитать, что я потрачу, ну и соответственно, что я с этого получу. Если я получу хотя бы 2 машины отсюда, ну это будет совсем круто и тогда я окуплюсь однозначно. Может быть десятка какая-то выпадет и я тоже буду в плюсе, но поглядим. Итак, контейнер, собери их все. Дальше крутим. Ну в принципе, поскольку я сливаю все и контейнеры, как оказалось, не открываются сразу, то я думаю, что мы можем это сделать очень быстро. Вот так вот прощелкиваем, просто для того, чтобы посмотреть. Ну давайте так, уже справедливости ради мне выпал вот этот контейнер, вот этот контейнер и вот этот контейнер. В этом контейнере у нас контейнер, это называется, с легендарным аватаром. Мне он в принципе как дохлому припарки. Что касается мистического, то возможно оттуда что-то и упадет. Едем дальше. На следующем прокруте нам выпадает вообще, вообще еще хуже контейнер с кастомизацией. Хотя нет, наверное все-таки контейнер с аватаром будет поярче в переносном смысле слова. Что дальше выпадает? Дальше выпадает еще один контейнер с кастомизацией. Ну в целом я очень сильно удивлен, что за первые прокруты мне выпали контейнеры мистические и выпал контейнер собери их все. Я как раз думал, что вначале будут выпадать вот эти вот по кастомизации контейнеры. А потом уже плюс-минус нормальные годные. Я в принципе не считаю, что контейнеры это годно в игре тратить свою голду на них, если вы собираете эту голду по крупице, как это делаю я, просмотрами каких-то рекламных роликов или выполняя какие-нибудь клановые боевые задачи. Что дальше у нас выпадает? Дальше у нас выпадает еще один контейнер, собери их все. Ну короче говоря, ребят, чем глубже в лес, тем жирнее партизаны. Получается, что вначале все равно выпадает в принципе не самое интересное, ну а потом уже выпадает что-нибудь более такое солидное, более увесистое. И то, из чего вы действительно что-то можете интересное получить. Но стоит также, ребят, отметить, что вообще к этой рулетке необходимо относиться следующим образом. Как мне кажется, необходимо рассматривать ее просто как коллекцию контейнеров, которую вы покупаете за 12 с половиной тысяч золота. Ну просто потому что здесь вы крутите и что там вам повыпадает, ну такое себе. Давайте на секунду остановимся, посмотрим что у нас осталось. У нас осталось в центре как было, так и есть контейнер бомбический. У нас есть два конта вот этих, это у нас мега контейнер и остался один черный ящик. Давайте на секунду остановимся и попытаемся открыть несколько контейнеров. Возможно не имеет смысла дальше крутить, если вы сделали большую часть прокрутов и из полученных контейнеров что-то себе уже заберете. Так, давай быстрее, хорош тупить. Короче, давайте начнем с самых таких, которые вообще ни о чем. Аватары, спасибо большое, они мне так нужны, блин, как болячка в левый бок. Дальше у нас что здесь? Здесь у нас контейнер с кастомизацией. С контейнера с кастомизацией я выбираю, выбиваю себе довольно неплохой, кстати, внешний вид для машинки. И, блин, аватар, класс, просто супер. Ну, а теперь давайте попытаемся открыть те контейнеры, которые мы сейчас собрали и попытаемся что-то себе выбить, мало ли, вдруг сейчас повезет. С этого контейнера я возвращаю себе 100 голды, то есть получается, что, в принципе, первый прокрут, можно сказать, я делал бесплатно. Дальше. С контейнера собери их все. Нам выпадает большое ничего. Просто супер, просто класс. Дальше у нас есть, давайте вот этот откроем, да, контейнер сюрприз. Будет сюрприз сейчас или нет? Контейнер выпал, да, вот, пожалуйста, сюрприз. TL-7-120, у меня его нет, этого танчика, и если он сейчас выпадет, ну, я буду крайне сильно удивлен, и, возможно, даже буду считать, что я неплохо окупился. Ну, понятно, в принципе, все ясно. Хрен тебе ГСН, а не танчик. Так, открываем 4 мистика. Из первого ничего, из второго ничего, из третьего. Блин. Ну, давай, из четвертого. Ну, 500 голды, окей, хорошо. На 600 голды я пока окупился. И, в принципе, все, ребят. Открыли все, что было. Теперь давайте вернемся, на секундочку, к нашим контейнерам. Так, секунду, перелистнул. Не то, бизонты нас сейчас не интересуют. Открываем эти контейнеры. Итого, ребят, давайте будем напосмотреть, что у нас есть, какие у нас шансы. Ну, шансы у нас, типа, жирные. Все классно. Я однозначно сейчас заберу себе черный ящик. Ну, и остальные контейнеры уже в конце, я так понимаю, заберу себе вот таких вот три конта бомбических. И меня все-таки интересует, бомбический контейнер действительно бомбический? Или только название от него имбовое? Сливаю, ребят, вообще просто в ноль. Останусь, сколько там мне? Меньше шести тысяч, да, должно остаться, если я не ошибаюсь. Ну, плюс окуп, правда. Ну, и что? Ну, не выпадает. Короче, бомбический контейнер вы заберете последним. Все, в этом вопросе ставим однозначную жирную точку. Ну, а вау, все. Видели, как я крутнул и сразу забрал главный приз. В принципе, неудивительно. Все, ребят, рулетка для нас закрыта. 12,5 со счета снято. Голый, лысый с автоматом. Давайте теперь будем смотреть, что у нас по результатам в отношении выпадения чего-то интересного из контейнеров. Ну, для начала окупимся черными ящиками. Я беру себе еще 100 голды, того получается 700 мой окуп. И еще один раз я получаю себе вау! Я получаю целых 300 голды, ребят. И это немало, потому что я уже окупил 1000 из 12,5 и забрал еще черный ящик выше уровнем. Смотрим, что у нас в черном ящике выше уровнем. Неужели там сейчас будет 600 голды и следующий ящик? Ну, нет, ребят. Всего лишь 200. Того получается 1200 окупаемость. 1200 окупаемость. И давайте будем смотреть мега-контейнеры. 300 голды. Получается окупаемость 1500. И здесь у нас, ребят, выпадает машина! Нет, машина не выпала. Получаем еще, еще к 1500 300 голды. И контейнер собери их все. Открываем контейнер, собери их все. Что в них? Да ничего. Как обычно, короче говоря. Просто большое ничего. А еще можно раз открыть, пожалуйста. А, что внутри? Жаль. Я думал, это по кругу работать как-то будет. Ну что, открываем с вами самое важное, как показали нам разработчики, контейнеры. Контейнер бомбический. Открываем бомбический контейнер. Из первого бомбического контейнера нам выпадает еще один контейнер. Собери их все. А из него нам выпадает огромное большое... Правильно. Правильно. Огромное большое ничего нам оттуда выпадает. Едем дальше. У нас есть еще два контейнера бомбических. Ребят, что-то я не вижу здесь бомбического ничего. Серьезно. Если бы мне здесь... Так, ребят, минуточку, минуточку. По-моему, по-моему, ребят, ГСН должен сейчас признать свою неправоту. Потому что КПЗ-50Т, ребят, уж точно, уж точно стоит 12,5 тысяч золота, которое я слил. И даже если бы назад мне 1800 голды не возвращалось, я бы все равно считал, что я окупился. Ну, ребят, это победа. Это реально победа. И я очень сильно удивлен, что мне вообще что-то выпало. Две машины! Две машины выпало! Раунд в панзер далеко не имба. Далеко не самая крутая тачка в игре. Но, ребят, денег она стоит. Я сейчас не буду там какие-то четкие ценники говорить, но в любом случае 7,5 тысяч данная машина стоит. А КПЗ-50Т однозначно, ребят, будет стоить 12,5 за все, что я потратил. Так, у меня сейчас немножко шок, ребят. Я немного, короче, в трансе сейчас. Ну, во-первых, я баран. Мне надо было открывать все-таки это все дело на основе. У меня там всего лишь 10 тысяч золота. Я понимаю, что за десятку золота я явно не заберу вот эти контейнеры. Какие-ка, господи, как их там бомбические. Но, ребят, блин. Ну, не знаю. Не знаю, ребят. Если вот в таком раскладе, то, наверное, все-таки эта рулетка, ну, окупаемая. И это при том, что я не фартовый чувак. Все. Все. У меня, серьезно, я сейчас не знаю, как, в принципе, сформулировать там мысли свои на данную тему. Но две тачки, восьмерка и десятка, это действительно очень круто. И я считаю, что я окупился на все 200. Даже если КПЗ-50Т оценивать, грубо говоря, там, пускай в 17,5 в голом состоянии, до плюс 7,5 за рамв панзера, это в любом случае окуп полнейший. Потому что я взял сейчас машин, если я правильно посчитал, на, грубо говоря, 25 тысяч, потратив при этом 12,5. Я не рекомендую никогда открывать контейнеры. Я всегда говорю вам по поводу того, что вместо того, чтобы открывать какие-нибудь там советские контейнеры, немецкие контейнеры, еще какие-то, ребят, если у вас мало голды на счету, не играйтесь с судьбой, не портите себе настроение тем, что вы слили голду в никуда. И лучше зайдите просто в магазин, и в магазине найдите себе машину, которая вас интересует. Периодически машины в магазине, слава богу, обновляются, и покупайте себе машины, ну, вот, вот, себе в кайф. Вот этот, пожалуйста, Камф Панзер, которого, вот, я сейчас себе достал, и вот вам, пожалуйста, 22,500 его оценивают. Я не верю в то, что он стоит 22,500, его цена 17,5, ну, честно. Но, ребят, в данном случае я вынужден признать, что у меня окупаемость произошла. Ладно, много, много текста ненужного. Друзья мои, снимал специально для вас, поддержите лайкосом, если видео понравилось, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свои комментарии по поводу увиденного. Я побежал снимать специально для вас, а вы, друзья мои, обязательно, обязательно будьте такими же веселыми и довольными, как я сейчас. Мира вам, друзья мои, обязательно спокойствия. Пока-пока.